Борщевик не пройдет. В городском округе продолжается борьба с борщевиком Сосновского. Обработка проходит в два этапа. Первый был выполнен в полном объеме с 1 мая по 20 июня. Сейчас подрядная организация приступила ко второму этапу, который продлится до 31 июля. А так выглядит борщевик уже после первого этапа обработки. Как мы видим, он пожелтел и остановился в росте. Сегодня проходит второй этап обработки, чтобы зафиксировать результат. Обработка территории проходит химическим способом, ведь самый эффективный способ борьбы с борщевиком – не давать ему образовывать семена. Если опасный сорняк два года подряд не зацветает, территория его распространения уменьшается. Раствор, который используют специалисты в своей работе, абсолютно безопасен для людей и животных. Обработка происходит гербицидом на основании калиевых солей, которое не является опасным для человека, имеет третий класс опасности. Но оно воздействует полностью на клеточный уровень растений, разрушая растения, не только сжигая его видимую часть, но и разрушая корневую систему. Борьба с борщевиком – общая задача. Подрядная организация по муниципальному контракту обрабатывает 220 гектар земли муниципальной и государственной собственности. Чтобы эти меры были эффективными, частные и юридические лица также должны принимать меры по борьбе с опасным сорняком. Для эффективной борьбы с борщевиком должен быть комплексный подход, так как администрация выполняет свои обязательства на муниципальных землях, но есть частные земли, где собственники должны то же самое, производить борьбу с этим борщевиком. Юридические лица также должны это уничтожать, потому что уничтожая в одном месте, но в 10 метрах уничтожая его в другом месте, он будет также дальше распространяться, и это будет бесконечная борьба. Оставить заявку на обработку территории от борщевика можно по телефону, который вы видите на экране, а также написав на электронную почту или в телеграм-канал.